Итак, еще раз поговорим про субсидии по ЖКХ. Значит, смотри какая ситуация. Я недавно общался с Павлом Розенков, министром нашей социальной политики. Радует одно, что человек понимает, что действительно это изменение, которое он предлагает, и не идеальное. И надо его до совершенства. То есть его надо доделать. Я так понимаю, что по ходу оно будет доделываться. По той простой причине, что есть там действительно явно такие противоречия, которые просто так не решишь. А теперь более детально. Смотрите, какая есть самая страшная противоречия. Ну вот представьте, они посчитали, министр социальной политики посчитал, что субсидии по ЖКХ будет пользоваться 4 миллиона семей. Сейчас пользоваться около миллиона, чтобы правильно правильно. А если не 4 будет? А если желающих будет 10 миллионов, что-то, да. Сейчас запишем, в чем, как бы, хит, не хитрость, а идея. Именно Павла Розенкова как раз ее предложили. Значит, смотрите, раньше как было. Вы берете документы, идете в Собвес, подаете, Собвес их анализирует. И на основании поданных документов назначает субсидии. Сейчас предложили, ну так, очень много будет людей, сделать немножко по-другому, по-европейски. Значит, смотрите. В идеальном варианте вы должны вам приявить, вам должны прислать по почте заявление и декларацию. Приходите. Если вы считаете, что вам нужна субсидия, вы заполняете заявление и декларацию. Отправляете в Собвес. Причем можете даже по почте отправить. Можете лично занести. Хорошо, пришло. Теперь Собвес, без вас, повторяю, без вас, автоматически все считает, пересчитывает и назначает вам субсидии. Причем назначает в течение апреля. То есть, вот вы в апреле получили, оформили, отправили, раз, все. Быстро, эффективно, завершено. Киарпейский метод, идеальный, то есть, хвалить не приходить. Но. Они посчитали, что должно где-то быть анкет дополнительного 3 миллиона. А если, вот люди же посмотрят, типа, один скажет, у меня что ли субсидия положим? Один, второй, третий придет, это к миллиону шесть анкет. Семь. Согласно этой методике, надо все семь миллионов начислить в субсидии. Сейчас объясню, почему начислить. Считается так, что мы считаем, что все честно оформили анкеты, субсидии начислили, а потом у службы социальной защиты, как бы, есть полгода, чтобы эти анкеты проверили. То есть, они сначала вам субсидию назначили в апреле, потом отправили запросы в налоговую, в фонд ВТИ, там, в различные инстанции. И вот там в течение полугода получили информацию, сравнили, правильно ли в декларации все указали, если все правильно, проблем нет. Если, соответственно, вы что-то соврали, ну, вы сами понимаете, тогда вернете субсидию в двукратном размере. Все честно. Но, еще я говорю, смотрите, они считали, что будет всего-навсего 3 миллиона, а если 6? По их логике, это примерно всем 6 дать. Или 10. А денег-то они зарассчитают, всего-навсего 12 миллиардов на весь год. Миллиард в месяц, это очень мало. Миллиард на миллион, это же не что. А на 10 миллионов. Представляете, 10 миллионов субсидии назначили. Это что, послогриня, что ли? Ну, понимаете, это можно не назначать. И вот это вот узкое место. То есть, они рассмотрели такой идеальный вариант. Теперь, другая ситуация. Ну, вы сами понимаете, даже если вы когда-нибудь видели эту форму, она есть на сайте, в интернете, вы понимаете, что ее, чтобы заполнить, желательно, чтобы вам очень хорошо помогли. Объясняю. Если вы не прав... Вы нуждаете субсидии. Все нормально. Все, ну, с точки зрения зарплаты, все факторы нормальные. Но если вы ее неправильно оформите, субсидий не будет. Потому что неправильное оформление заявления и декларации является основанием не назначать вам субсидии. Нет, в принципе, тоже логично. Потому что, понимаете, если каждый рабочий субъезд будет разбираться, вот, извините, вы неправильно оформили, переделаете. С 4 миллионов или с 6-7, ну, никаких сил же не хватит. По этой причине получается так, что человек, вот, видит это, ну, первый раз в жизни, начинает заполнять, делает массу ошибок или пару ошибок, и он не получает субсидию только потому, что он, ну, неправильно, ну, не в той графе, там, записал одинаково. Или поменял местами. Или записал, ну, не те цифры, которые нужны. Это уже проблема номер два. Ну, и, соответственно, сама по себе вот эти вот заявления и декларации. Если очень-очень кратно. Значит, смотрите. Заявление, это вы фактически обращаетесь с просьбой, чтобы вам, точнее, на вашу семью, вы понимаете, что есть, пожалуйста, там есть, скажем, ваша квартира, или ваш дом, не имеет значения. Вы хотите получить субсидию. Причем, обращаю ваше внимание, вы даже, вот, вы арендуете помещение, можете получить субсидию, возражение. То есть, субсидия дается на семью. Ну, естественно, берете заявление, естественно, там, глава семьи, или как вы хотите, это не принципиально. Вы переписываете всех членов вашей семьи. Логично? Вполне логично. Но, я думаю, это кажется самое пруще. Но, обращаю ваше внимание, если так у вас случилось, что у вас прописано, ну, скажем так, человек шесть или пять, но, реально, живет только три-четыре, а брат вашей жены прописанный, но он сам живет на другой квартире, там, понимаете, то, смотрите, два раза субсидию не дают. Вот, если вы заполнили алкету, написали, записали, что брат живет в вашей квартире, если брат подаст на субсидию, то, не дай Боже, и вас, и его, ну, не знаю, кого, кого бы считать более виноватыми, но кончится тем, что ему назначат субсидию, потом скажут, что он не имел право и потребует двухкраткого размера вернуть. Субсидия дается, вы понимаете, на одну семью, которая живет в этой квартире. По этой причине, вот эти, что прописанные не живут, это отдельно. Тоже немаловажный факт. Теперь смотрите. Вам нужно указать, в данном случае, кому вы платите, ну, имеется в виду от вас, Киев водоканал, указали, ну, например, если в другой город Труб, Киев Энерго, там, ну, кто там еще, то есть вы указываете, ну, непосредственно ваших платежек, указали, ну, это просто, берете платежки, но, опять же, не перекрутите. Это принципиально, чтобы вы не спутали, понимаешь, есть Киев оба, а есть Киев, это две большие разницы. И по этой причине, если вы, опять, неправильно их обозреваете, то, соответственно, они по коду будут разницы, они идут по-разному, соответственно, вам субсидии будут не положены. Вот такой и скуривус. Так что обращайте внимание. Но и самое-самое-самое-самое главное. Прошло с борьбой. Смотрите. Вам субсидия назначается на социальную норму. Социальная норма меньше вашей платежки. Всегда меньше. Она сделана таким образом, что она покрывает минимум вашего потребления электроэнергии, газа, холодной, горячей водной отопления. Поэтому она и называется социальная. Она рассчитана, ну, что, поймите, ну, не может быть она большая. Если ее сделать громадной, никакой субсидии хватит. Она действительно маленькая. То есть она рассчитана, ну, вот, в идеальном варианте считается, что вот пенсионер как раз в эту норму входит. Экономная семья в эту норму входит. Но, опять, считается, что это стимулирует. По этой причине не начинайте с того, что вы писаете заявление, мы платим столько, это никакого значения не имеет. Еще раз повторяю. Субсидии не интересует, сколько у вас платежки. Попотеряю, его это не, он не назначает вам на вашу платежку. Он рассчитывает, еще раз повторяю, рассчитывает по социальной норме, рассчитывает некую сумму, исходя из вашего, сколько у вас жильцов, сколько на каждом жильцам метров положено, сколько он, например, полтора куба воды холодной на одно жильцам. Дадали, дадали, все. Сколько положено на отопление, сколько положено. Вот в рамках этого считается социальная норма. На социальную норму он назначает, назначает субсидии. Что он назначает? Вы указываете все ваши доходы. Слово все, это именно все. Это ваша заработка плата. Если вы там какой-то раз вы имели заработок по контракту, не забудьте указать. Это тоже ваши доходы. Если так случилось, что вам, не знаю, редко, конечно, случилось, сдали в аренду, например, автомобиль. Ну, или там ваш автомобиль был в аренде. Тоже надо указать. Надо указать, как практически все, все ваши доходы, ну, понятное дело, за которые отчитывались. То есть, если вы имели дело с организацией, она за вас сочеталась. Потому что, если вы забудете вот эту вашу шабашку, ну, вы, к примеру, работали где-то в ЧП, сделали работу, вам какую-то, не знаю, тысячу гривен заплатили. Это было полгода назад, но вы обязаны были это указать. Не указали, уже плохо. Сразу же, это уже считается, что вы заведомо закрыли. Вот взяли все ваши доходы. Вот насчет процентов по депозиту, я скажу так. Розетка мне четко не ответила. Я вам объяснил, что здесь противоречие. Банки не отчитываются по кодам. Ну, они отчитываются гаммозом. Как будет СОБЕС проверять, кто сколько процентов получил, ну, не знаю. Честно говоря, не знаю. Так что, хотя в декларацию должны указать честно, сколько процентов по депозиту. Ну, не знаю. Будут они проверять, не будут, это уже не знаю. Вот посчитали все это. Делить на количество семей. Почему вот это слово прописка? Я понимаю, есть соблазн. Давайте мы пропишем брата, жены, добавим, у нас будет меньше сумма. Вы здесь добавите, но потом он не получит по собой. Он не получит компенсацию. Учтите вот это вопрос. Поэтому очень аккуратно, не перестарайтесь. Посчитали, посмотрели, и теперь 15 процентов. Если вы, ваша социальная норма, социальная норма, входит ниже 15 процентов ваших доходов на одно члено семьи, да, дети, понятное дело, спросовали, поделили у всех это все честно. Вот если, сейчас, ниже 15 процентов, ниже 15 процентов, субсидии вам не положено. То, что вас в платежке больше, то, что вы считаете, что тариф это день, служба социальной защиты, она только защищает, частично, она не должна решать ваши проблемы. Так, еще, смотрели, посчитали социальную норму, например, вам платежка прошла тысяча, социальную просчитали там всего 650. Такое может быть, не удивляйтесь, там разница довольно-таки существенная может быть. Вот эти 650, только они считаются 15 процентов. Вот все, что, ну, если пересчитали и видят, что превышает, то есть, ваша платеж за коммунальные условия превышает 15 процентов, вот это что-то сверху вам компенсируют. Не все, не 15, не 17, не все, вот чуть-чуть сверху. То есть, если так случается, что, вот посчитали, посчитали, что у них 650. После всех расчетов получается ваш 600, ну, ваш, так сказать, рубеж, вот этот вот ваш, да, действительно, получилось, 50 вам компенсируют. Вот так работает система. Как компенсируют? Все очень просто. Вам уже новая платежка, почему я говорю, что вам не надо ходить в совесть. Вот это новое метод, которую вы отправили, они все посчитали, пересчитали и отправили уже непосредственно киеввода, канал, так дальше информацию, они должны вам платежки указать. Вот этот полностью начислили, все, что, а дальше отдельной графой, там, вам льгота, такая-то, столько-то денег вы можете не платить. Вот так должна работать наша субсидия. Ну, посмотрим, как будет работать. В целом случае, я так понимаю, что будут меня по ходу носить изменения очень большие.